Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим переработку крупки в какао тертое. Получение какао тертого основного компонента шоколадной массы осуществляется путем размола какао-крупки. В одном из предыдущих видео мы рассмотрели получение какао-крупки. Если вам интересна эта тема, вы можете ознакомиться с этим видео на канале. При размоле какао-крупки происходит разрыв клеточной ткани семядолий бобов и высвобождение содержимого клеток. В первую очередь какао-масло. Это и является основной целью размола. Процесс размола сопровождается нагревом продукта, вызывающим плавление какао-масла, благодаря чему получаемая масса какао тертого имеет полужидкую консистенцию. Какао тертое является суспензией, в которой дисперсионной средой служит какао-масло. Его содержание достигает в среде 54-56%. А дисперсной фазой – обрывки клеточных стенок, крахмальные зерна и белковые вещества. Размер клеток ядра менее 40 микрометров. Размер крахмальных зерен от 3 до 8 микрометров. Применяемое для размола крупки оборудование должно обеспечить получение частиц размером, не превышающим нескольких десятков микрометров. Эффективность процесса разгола крупки может быть охарактеризована величиной вязкости получаемого какао тертого при заданном содержании сухих веществ. Чем меньше вязкость какао тертого, тем следовательно полнее вскрыты клетки, полнее освобождено какао масло и меньше раздроблены и разрушены стенки клеток. Вязкость какао тертого является наиболее важным показателем его технологических свойств. Чем меньше вязкость какао тертого, тем легче. Подвергается оно смешению с сахаром, измельчению, удалению летучих кислот и влаги. Вязкость какао тертого оказывает большое влияние на процессы обработки и формования шоколада. Так, чем ниже вязкость обрабатываемых шоколадных масс, тем легче протекает процесс приготовления шоколада. Содержание влаги в крупке оказывает влияние на степень измельчения какао тертого и на его вязкость. При повышенном содержании влаги в крупке последняя отличается меньшей хрупкостью, что затрудняет ее измельчение до необходимой дисперсности и ускоряет изнашиваемость измельчающих поверхностей оборудования. Вязкость какао тертого возрастает с уменьшением доли сухих веществ. Так, если вязкость какао тертого с содержанием сухих веществ в 97,47% принять за единицу, то вязкость той же массы с содержанием сухих веществ в количестве 96,35% составит 1,415. С долей сухих веществ в 95,1% будет равна 2,2%. Как уже было выше сказано, сравнение производится с какао тертым содержанием сухих веществ в количестве 97,47%. Так как какао тертое является суспензией и содержит частицы высокой дисперсности, имеющие вытянутую форму, оно обладает структурой и аномалией вязкости. При транспортировании или других видах механической обработки вязкость снижается вследствие разрушения структуры и ориентации частиц в потоке. При этом вязкость приближается к постоянному минимальному значению. Величина минимальной вязкости какао тертого в зависимости от дисперсности, влажности, содержания жира и сортовых особенностей изменяется. Рекомендуемая вязкость по прибору Реутова при 32 градусах Цельсия не более 6 паскаль секунда. Содержание влаги в крупке составляет от 2 до 2,5%. Средний химический состав какао тертого в процентах представлен на экране. Размол крупки до какао тертого осуществляется на ударно-штифтовых мельницах, дезинтеграторных установках, восьмиволковых мельницах, трехволковых комбинированных мельницах с волковыми измельчителями, дифференциальных мельницах и шаровых мельницах. Наибольшее распространение на кондитерских фабриках имеют дезинтеграторные установки, как обладающие рядом преимуществ перед другими видами измельчающего оборудования. 1. Высокая производительность в результате чего одна установка заменяет от 4 до 5 восьми волковых мельниц. 2. Экономия площади. 3. Более высокая дисперсность какао тертого. 95,5% по реутову. То есть оно содержит 95,5% по массе частиц размером менее 35 мкм и более высокое содержание вскрытых клеток. 4. Окисление дубильных веществ в процессе измельчения крупки, так как оно происходит в условиях аэрации. 5. Удаление части летучих кислот с неприятным запахом и влаги в результате нагрева и аэрации массы. Влажность какао тертого по сравнению с влажностью крупки снижается на 0,8-0,9%. Однако эти установки имеют ряд недостатков. 1. Быстрая изнашиваемость штифтов мельницы, особенно при использовании крупки с повышенной влажностью. 2. Значительный шум при работе установки. На экране представлена схема дезинтеграторной установки. Какао-крупка подается из приемной воронки 1 в дезинтегратор 3 при помощи электрического вибрационного питателя 2 через шлюзовый затвор питатель. Дезинтегратор состоит из двух дисков с круглыми штифтами, расположенными по концентрическим окружностям. Количество штифтов 574 штуки. Штифты выполнены из легированной стали. Один диск неподвижный, второй вращается с частотой 5200-5500 оборотов в минуту. Корпус дезинтегратора охлаждается водой. Какао тертое в результате трения нагревается до 105-110 градусов Цельсия, что может отрицательно сказаться на его качестве. Поэтому из дезинтегратора оно направляется в охлаждающее устройство 4, представляющую собой систему горизонтальных труб, по которым циркулирует холодная вода. Охлажденная до температуры 85-95 градусов Цельсия какао тертое сливается в приемник 5 и далее при помощи насоса 6 перекачивается в темперирующие сборники. Приемник все время должен быть заполнен какао тертым, так как он является гидравлическим затвором для системы циркуляции воздуха. В дезинтегратор непрерывно подается через регулирующую заслонку очищенный воздух, который, насыщая массу, способствует удалению из нее влаги и летучих кислот, уксусной и других, обладающих резким запахом и неприятным вкусом. Воздух из охлаждающего устройства направляется по трубопроводу в циклон 7. В циклоне от воздуха отделяются капельки какао тертого и истекают по трубопроводу в общий приемный сборник. Из циклона воздух с температурой 80-85 градусов Цельсия поступает на охлаждение в конденсатор 8, трубчатый холодильник, охлаждаемый водой. Здесь происходит охлаждение воздуха до температуры 50-55 градусов Цельсия и конденсация паров влаги и летучих кислот, а также частиц какао тертого, которые стекают в сборник конденсатора. Из конденсатора воздух направляется во второй циклон 9, в котором происходит его окончательная очистка от влаги. Далее воздух по трубопроводу вновь направляется в дезинтегратор. Производительность ударно-штифтовых мельниц от 300 до 1250 кг в час. В комбинированных мельницах крупка подвергается первоначально измельчению на дисковом измельчителе, представляющем собой два рифленых диска, один из которых неподвижен. Во избежание нагрева продукта диски охлаждаются воздухом при помощи вентилятора. Далее масса проходит через три пары гладких волков с водяным охлаждением. Масса движется сверху вниз. Производительность трехволковых мельниц от 150 до 300 кг в час. Восьмиволковые мельницы состоят из системы горизонтальных волков, охлаждаемых водой, кроме первой пары. Смежные волки вращаются с разными скоростями, благодаря чему попавшие в узкий зазор между волками частицы клеточной ткани подвергаются раздавливанию и истиранию. По линии движения продукта от входа к выходу частота вращения каждого последующего волка больше, чем предыдущего. Таким образом, каждый последующий волок имеет большую скорость, в результате чего и возникают в частицах, находящихся в зазоре, напряжение среза и скалывания. Из загрузочной воронки 1 машины крупка подхватывается вращающимися питательным рифленым волком 2, с которого она поступает сначала на магниты, удерживающие металлические примеси, а затем в первую пару рифленых волков 3, подвергающих ее предварительному измельчению. Отсюда продукт переходит для предварительного дробления на систему, состоящую из 3 волков 4, из которых 2 волка гладкие, а 1 рифленый. Диаметр каждого из этих волков равен 200 мм. Далее продукт поступает на последнюю систему, состоящую также из 3 волков 5. Все волки здесь гладкие и диаметр каждого равен 400 мм. Отсюда готовая тонко измельченная масса какао тертая, нагревшаяся под влиянием трения до 32-36 градусов Цельсия и принявшая жидкую консистенцию, поступает в приемник 6, корытообразный сосуд с обогревательной рубашкой. Волки можно сближать или удалять друг от друга и, изменяя величину зазора, регулировать дисперсность какао тертого. Производительность машины зависит от величины зазора между волками и составляет от 200 до 300 кг в час. При производительности машины 250 кг в час какао тертого масса содержит около 80% частиц размером до 30 мкм. Какао тертая перед использованием в производстве шоколада, приготовление рецептурной смеси шоколадной массы, прессование какао тертого с целью выделения масла подвергается вымешиванию при температуре 85-90 градусов Цельсия в темперирующих сборниках. При этом происходит некоторое снижение влажности и вязкости какао тертого. Выход какао тертого из массы сырых какао бобов зависит от потерь, отходов, которые по технологическим стадиям составляют в процентах. Сортировка какао бобов от 0,5% до 0%, обжарка или сушка какао бобов от 4,5% до 5%, приготовление какао крупки, дробление и очистка какао бобов 11-12%, приготовление какао тертого 0,4%. Согласно унифицированным рецептурам на 1000 кг какао тертого рекомендуется расходовать 1219,51 кг сырых несортированных бобов. То есть выход какао тертого составляет около 82%. Дифференциальная мельница типа 306, ее схема представлена на экране и далее мы ее разберем как она устроена и работает. Итак, дифференциальная мельница типа 306 имеет в качестве измельчающего устройства два установленных один над другим карборундовых диска 1,2 диаметром 500 мм. Поверхность дисков обращенная друг к другу имеет радиальное рифление. Частота вращения дисков различна. Какао крупка подается в пространство между вращающимися в одном направлении дисками и измельчается. При измельчении получаемое какао тертое нагревается до 80 градусов Цельсия. В виде жидкой массы отбрасывается центр обежды силы от центра к периферии и стекает по поверхности корпуса мельницы. Корпус камеры измельчения имеет рубашку 3, через которую во избежание перегрева массы пропускают холодную воду. Снижение температуры какао тертое происходит также благодаря циркуляции воздуха в камере измельчения. Получаемая на дифференциальной мельнице какао тертое имеет недостаточную дисперсность. Поэтому эта мельница обычно устанавливается в паре с шариковой мельницей, на которой происходит окончательное измельчение. Шариковая мельница типа 292В состоит из вертикального цилиндра 1 с мешалкой 3, заполненного стальными шарами 2 диаметром 4-6 мм. Они являются измельчающими телами. Какао тертое подается в нижнюю часть цилиндра и измельчается, проходя в пространстве между шариками, вследствие трения и многократных соударений частиц с шариками. Получаемая какао тертое отличается высокой дисперсностью и однородностью. Цилиндр имеет рубашку для охлаждения водой. Поэтому температура продукта не превышает 75-80 градусов Цельсия. Шариковые мельницы могут быть использованы для получения продукта необходимой дисперсности. Для чего исходная какао тертое пропускают через них один или два раза. При переработке какао бобов, обладающих дефектами вкуса и аромата, применяют различные способы обработки какао бобов, крупки или какао тертого с целью улучшения качества шоколада и какао порошка. Обработка поташем, окисью магния, бикарбонатом натрия. При использовании поташа повышается стойкость напитка какао, снижается кислотность вследствие нейтрализации кислот, содержащихся в какао бобах и придающих кислый привкус шоколаду и какао порошку. Обработка продуктов поташем способствует усилению окраски, по-видимому в результате сахароаминной реакции и образованию высокомолекулярных меланоидинов. Существуют и другие способы обработки какао бобов и какао продуктов, направленные на повышение их качества, например, смесью органических кислот, сахарами и тому подобное. В этом видео мы рассмотрели переработку какао крупки в какао тертое. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления и вы будете получать уведомления о новых видео, если поставите в колокольчике все уведомления. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.